Рад, что это ты Приветствую, уважаемые, с вами Андрю Браун, вы попали на канал Путь Режиссера и сегодня я хочу поговорить о том, как снимать диалоговые сцены. Снимка диалоговых сцен достаточно креативное и интересное занятие и существует очень много способов различных, как это снимать, в зависимости от того, что вы хотите показать, какой жанр, интервью это или же какой-то фильм, какие-нибудь сценки диалогов на улице или в помещении, различные сложности использования оборудования, схемы монтажа этих самых диалоговых сцен и все такое прочее. Очень много материала, но, конечно же, мы с вами не сможем это все обсудить просто в пятиминутном видео, и поэтому я хочу поговорить о основных ситуациях, основных каких-то моментах и подчеркнуть. Несколько базовых правил, которые необходимо знать при съемке и монтаже последующих этих диалоговых сцен. Первое – это правило 180 градусов. Здесь у нас вот линия, и за эту линию камера не должна перескакивать во время монтажа. Таким образом, если два человека разговаривают, то на этой линии камера остается, и здесь производится смена ракурса углов, но не так, что сейчас здесь камера снимает общий план двух говорящих людей, а потом она перескакивает через эту линию и снимает оттуда. Так делать тоже нельзя. Еще дополняющее правило к этому – 30 градусов. Это значит, что вот у нас есть диалог. Допустим, сейчас монолог с камерой, да, и если я буду перемещать, в данном случае делать склейку, вот сейчас я говорю, а потом я поворачиваюсь и говорю прямо в противоположную сторону, это значит, что мы превысили 30 градусов, и таким образом монтаж кажется таким вот рывкообразным. Соответственно, если мы будем перемещать эту камеру плавно, где-то примерно в 30 градусов, менять угол съемки и работать в этом диапазоне, вот здесь, то склейки будут выглядеть более реалистичнее. Соответственно, это все комбинируется с различными фокусными расстояниями и планами – общий, крупный, средний и так далее. Для начала проще всего снимите все общим планом, одним дублем с наездами или статикой, неважно. Просто снимите и посмотрите. Подумайте, поэкспериментируйте. Не составляйте в голове какой-то шаблон, что вот нужно так поставить сюда камеру в центр, общий план, потом с плеча одного, с плеча другого, потом покрупнее первого героя, покрупнее второго, потом там взгляд какой-то, потом снова с плеча, потом снова общий. Какие-то вот такие схемы, попробуйте интуитивно. Во-первых, посмотрите диалог, посмотрите сценарий, насколько там эмоциональный этот диалог, насколько он значимый для одного или другого персонажа. И в связи с этим уже подбирайте какие-то определенные планы, потому что если вы будете придерживаться просто определенной схемы, вот есть точка А и точка Б, невзирая на тот сценарий, на тот диалог, что будет происходить на действие в кадре, просто вот надо поставить камеру с точки зрения оператора, поставил камеру, все, то у вас получится достаточно скучный, стандартный и такой себе диалог. А чтобы вовлечь зрителя в процесс, как раз таки вовлечь, немножечко задуматься, вот этот же опять же пример с одноплановым таким вот диалогом, где нет монтажных склеек, это достаточно понятный пример, который рассказывает чуть больше, при этом без каких-либо склеек и крупных планов. это и есть так называемое искусство понимания того, что вы хотите показать и вовлечение зрителям. Мне кажется, на этом следует сделать акцент. Фокусное расстояние достаточно специфичная ситуация, тут очень много подводных камней и нужно смотреть, естественно, на сам диалог, на его чувственность, на его суть и прояснять это с режиссером, допустим, если вы отдельно оператор на съемках, чтобы не получилось так, что вы снимаете сначала там фокусное расстояние 35 мм, общий план, а потом этим же объективом снимаете покрупнее. Так можно сделать, но нужно ли это с точки зрения драматургии? Допустим, режиссер хочет показать, насколько они близки друг другу, при этом они могут сидеть немного, кажется, что они сидят друг от друга далеко, но если мы возьмем объектив теле, допустим, длиннофокусный какой-то 120 мм и поставим, снимем кадр с плеча, и возьмем там 50 мм, снимем с плеча кадр тот же, то будем мы видеть разницу между тем, насколько близко они сидят друг к другу и насколько пространство будет их, скажем так, разъединять или соединять. Почему? Потому что длиннофокусные объективы, они сжимают пространство и кажется, что все происходит достаточно компактно, близко и комфортно. Но когда мы выбираем оптику пошире, то кажется, что дистанция увеличивается, объекты растягиваются и все это превращается в такую вот, скажем так, уже достаточно другую атмосферу. Поэтому фокусное расстояние может повлиять на настроение в вашем кадре. И если вы выберете неправильное фокусное расстояние и не обсудите это, допустим, с режиссером или не вникнете в драматургию этого повествования, этого диалога, то вы можете нарушить саму суть настроения. Вы, скажем, снимали все на широком угле, а потом сразу перепрыгнули на теле объектив длиннофокусный. Допустим, снимали на 24 мм общий кадр, потом прыгнули на длиннофокусный 120, снимая с плеча. Таким образом, резкое изменение всей этой картины может привести вас к смене настроения. Учитывайте это и используйте фокусное расстояние как одну из вещей, которая может помочь вам разнообразить и задать настроение в вашем кадре. Ну, я думаю, что вы снимете крутые диалоги. Я желаю вам этого. А с вами был Эндрю Браун, канал Путь Режиссера. До новых встреч!